Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Land Rover Evoque 2012 года, дизель 2 литра. На нем стоит, сейчас покажу, дополнительно сами устанавливали, отстойник, компенсатор. Вот здесь вот видно его. Этот отстойник подключен к вентиляции картерных газов у этих двигателей, на этих автомобилях, такая проблемка, что на больших оборотах через вентиляцию картера, через сапун, начинает бросать масло. И уже нашли такое решение, что завод-то потом уже переделку какую-то там делал, а на первых моделях это вот именно ставили такой резервуар для сбора масла. Рециркуляция там как-то идет, вот я его сниму, покажу. Для этого мы снимем жабо, снимем вот эту перекладину. Чтобы жабо снять, нам придется дворники снять. И снимем вот этот отстойник. В чем проблема? Сейчас фонарик возьму. Проблема вот в чем. Вон есть трубка, это уровневая трубка. Она показывает, насколько наполнился вот этот отстойник. Но снизу, на нижнем соединении, она стала подтекать. И вот нам надо снять и загерметизировать ее, чтобы подтеков не было, чтобы масло с резервуара этого не вытекало. Для этого снимаем жабо. Приступаем. Снимаем вот этот лючок. Снимаем здесь клипсы и снимаем правую крышку, вот эту, которая закрывает у нас. Берем отвертку и аккуратненько снимаем заглушки на дворниках обе. Заглушки резиновые, поэтому снимаются легко. Берем головочку, здесь похоже на 16, сейчас проверим. Нет, здесь головка оказалась на 15. Ослабляем гайку, снимаем ее. И снимаем теперь дворник. Чуть приподнимаем и сводим поводок. Один и также второй. Теперь мы снимаем вот этот воздуховод. Он у нас, потому что крепится на жабо. Для этого снимаем вот эти две клипсы. Нажимаем здесь флажок. И поднимаем воздуховод вверх. Теперь ослабляем две клипсы по бокам. Вот эти. Одна с одной стороны, с правой. И такая же клипса с левой стороны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь вот находятся еще такие же клипсы. Раз, два, две штуки. Их тоже ослабляем и снимаем. Теперь откручиваем вот эти болты. Здесь головочка на 13 с двух сторон. И снимаем вот эту распорку. Ну что, жабу мы вроде бы ослабили. Можно пробовать снимать. Для этого нам надо еще вот эту, наверное, снять. Здесь просто ложится на жабу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается, жабу у нас вставлено. В кант лобового стекла. Надо аккуратно сейчас будет его поддевать, чтобы не надломить, чтобы не надломить ничего и снимать. Пробуем. С торца я вот здесь вот под капотом открутил саморез. Вот эта вот крестовая отвертка. Отодвинул накладку, боковую на стойку. Здесь, похоже, кто-то ковырял до меня и пытали. Так, вот, сейчас резкость наведу. Вот, похоже, кто-то уже ковырял, потому что здесь изодрано. То ли силиконом замазывали, то ли клеем замазывали, непонятно. Вот, получается, угол вот так вот поддеваем и аккуратненько по всему периметру поднимаем. Сильно не тяните, чтобы не сломать. И когда угол поддеваете, поддевайте не через лобовое, потому что можно лобовое повредить. Я вот здесь вот сбоку подсунул эти есть пластиковые для клипс. И вот так вот ее отжал вверх. Все, уголок я поднял. И вот таким образом можно снимать. А дальше уже дело техники. Аккуратненько просто вот так вот по всей длине приподнимаете, и она идет. Снимаем. Так, ну все, зацепление вывел. Теперь можно поднимать и убирать целиком жабу. Вот наш отстойник. Он здесь еще сверху у него. Видать, резиночка подтекает. Сейчас мы его разберем. Здесь хозяин пеленку подкладывал, чтобы масло не капало вниз. Убираем эту пеленку. Разрезаем хомут и снимаем этот отстойник. Ну, отстойник снять здесь ничего сложного. Откручиваем оба хомута и откручиваем хомут крепежный. И уже вытащим. Сниму, покажу. Снял вот этот отстойник этот. Вот здесь получается соединение негерметичное. Хотя здесь цанговый зажим должно быть герметично, но видать трубочку пережал. Сейчас сниму его, промою и добавлю герметика. Хоть он и цанга, но добавлю герметика и посажу уже на герметик. И вверх, и вниз. А так, снизу вот есть сливная пробочка. Когда собирается там масло, открутил, слил, убрал. Ну, в данный момент там масла практически нету. Видать, все-таки вытекло. Сейчас здесь промоем. Сверху на вот этот болтик поставим резиночки и подожмем. Продолжаем. Вот, выкрутил, то есть выкрутил, выдернул трубочку. Да, это действительно цанговые зажимы, но почему-то они не держат. И бежит не по штуцерам, а бежит тут именно по этой трубочке. Сейчас обезжиривателем, то есть очистителем карбюратора это все дело промоем. и трубочку, и цанги хорошо продуем. И уже добавлю герметика. О, из бачка как раз масло вытекает, остатки. И будем собирать. Промыл все. Края не мажем. Теперь берем саму трубку и герметиком намазываем вот здесь вот эти места. В цангу не толкать, чтобы там отверстие нам не забить. А вот это место мы вот так загерметизируем. и вставляем трубку. Таким образом. И вторую сторону делаем точно так же. Здесь получается даже ребята немножко сделали длинную за счет этого она и ее крутило. А стояло не вертикально. Мы ее немножко чуть-чуть обрежем. Буквально на 2 миллиметра. и также мажем ее герметиком. вставляем в паз цангу. сверху и снизу вставили. Но я думаю, что еще раз мы здесь уже делаем сейчас ее саму цангу вот вот эту которая по кругу ее тоже возьмем и промажем вот так вот. Уже избежать чтобы она у нас в этом месте не сочилась. Мажем. Так, ну что, вот я собрал посадил на герметик здесь посадил болтик вот этот и один и второй на герметик посадил внизу видно обе цанги на герметик посадил также разобрал здесь вот снизу посмотрел где разъединяется шланг. Ну как вы видите вот он шланг вот здесь разъединен и вот он нижний разъединен. Один шланг уходит на вот этот отстойник а на второй идет с отстойника воздуховод. Там тоже один хомут был не затянут чуть-чуть подкапывало масло тоже взял торец намазал герметиком и затянул хомут снизу немножко помыл. Все установил зажал затянул теперь берем устанавливаем на место жабу жабу вот здесь вот сразу почистим паз и смажем его силиконовой смазкой. немножко отверткой прошелся теперь можно продуть крышу зажей justice everybody kt the g как я и показывал они ковыряли ребята видать первый раз когда снимали может когда устанавливали здесь надрали вот эту резинку только чем они и отверткой что ли так из паха беды но сейчас вот эти задиры по убираем чтоб она сверху лучше смотрелась вот этот пазик сейчас силиконовой смазкой мажем и вводим а 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 и все по силиконовой смазочке спокойненько встает на место не надо здесь не стучать не бить ничего по кругу так вот так вот все жабу сидит на месте теперь ставим вот эти клипсы forever н а а а И ставим на место вот эту поперечину. Затягиваем с одной стороны и затягиваем с другой стороны. И так же с этой стороны. Не забываем у нас здесь еще по одной клипсе они вставляются в поперечину. Ничего. И так же с этой стороны. Ставим на место вот этот воздухозаборник. Здесь защелкиваем. Здесь вставляем две клипсы. Так же вставляем на место вот эту рамочку. Ставим на место крышку аккумулятора. Такая им клипсы. И ставим на место оба отборника. Так. 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 Получается вот так стоял. Так. 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 самореза с торца с одной стороны и с другой стороны их не забываем все замену вернее не замену ремонт подстойника провели всего вам доброго